Прикольно, да? Побольше холодно, зимно. От слова зима. Зимно. Друзья, съездили в магазин Кауфланд и теперь возвращаемся обратно, да, я-то взгляну. Немножко обвезу. Маленькую прогулочку совершим. В магазине снимать запрещают, но это не страшно, я думаю. До 22 работы. До 10 часов. Потом следующий магазин. Бедронка. Хороший очень. А цены вообще, допустим, на рынке дороже, чем здесь или дешевле? Цены. Ну... По-разному, да? Не, то же самое, только на рынке свежее. А, на Бедронка. Ага, тоже хороший магазин. Очень хороший, да. Божья коровка. Да, Божья коровка. Божья коровка. То есть на рынке... Это португальская сеть. Ага. Тут больше все португальские, все сети есть. Немецкие, французские, французские, английские. А это что за здание, люди, вот это? А это здание банка. Мой банк, ПКО. А, это банк. А, второе, это налоги. Ага, ага, понял. Самые страшные организации здесь, да? А ответы, это страховка машин и страховка ПЗУ. То страховка машин и страховка квартир, но всего страховка. Да, да, да. Вместе собрали. А тут стадои, то Норвегия. То есть здесь много, много в Польше. А я тут живу, тут была моя остановка трамвая. Ага. Ага. До 96-го года. А учился где-то здесь тоже? Я учился здесь, здесь экономическое обвинение. Я закончил экономию, организацию, транспорт. Транспорт. Ага. А на работу как пошел? Это же еще те годы были. Я на работу немножко ходил, но я не очень любил работать, сидеть в бюро. Не очень, да? И часто менял работу. Каждые полгода, год в одном предприятии удалось мне работать пять лет. А потом все бросил и как пришел в 89-й год бросил работу и взял все в свои руки. Взял два большие сумки и поехал в западный Берлин. Да, в западный, тогда еще была стенка. Ага, да, да, да. И там работал, а потом пришло время, что ломает со строй и потом торговал. А потому что был первым, потому что я уже во время социализма ездил на запад, так что не был паспорт. Так что люди стояли в очереди за паспортом, а я уже торговал. Ты уже торговал. А что привозил? Или ты оттуда привозил, да? Оттуда привозил разные игрушки для детей, калькулаторы, фираны. Разные турецкие производства такие вещи. Ну и ездил два раза в неделю. Потом здоровье уже не так, потому что это мучил очень. Ночи порваны, так что потом один раз в неделю ездил. Ну я ездил на поезде, чтобы дешевле было. Это ты поезд много сумок, да, как бы забивал? Ну две сумки. Да, с другом ездил, имел такого друга, и он был не говорящий на немецком, я говорящий. И я его оставлял с тебе ходил там, он сидел на вокзале, я ходил там сосиски кушал, пиво выпивал. Да, 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 да. Ну нормально, да? Бизнес хороший был? Бизнес был хороший, я заработал 200-300 на год в неделю. Это не так плохо. Да, да. Было лучше, чем работать у немцам. Потому что немец плохо, хорошо не платил, а все-таки, знаешь, лучше иметь свой бизнес, чем у кого-то работать. Ну да, здесь. Чтобы любое время... Да, да, и потом я вернулся, и как я вернулся уже открыл уже фирму. Уже здесь, да. Да, и я посмотрел, что там такие красивые лампы. Я всегда любил интересные лампы. Тут не было того. Угу. 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 Это называется большая звалка освещения, а это все было в нормальной машине. В нормальной машине, примерно такой. Товар продавался? Товар продавался на ходу, а если товары больше заказывали, то мне грузовик подвозили. То есть прямо в машине у тебя? Да, я тогда прятал уже эти палеты, примерно две палеты, прятал уже в гараже. А этот, который покупал, приезжал своей большой машиной и просто забирал товар. А другое бывает, если на грузовик заказали, то там, где я заказывал, этот грузовик мне привозил. И я первый приехал грузовик за мной и завозили до клиента. Ага, понял. Тогда был больше всего рад, потому что чем больше грузовик, тем больше денег. Да. С лампами подъехал, с деньгами уехал, а? Ну, ну, нет, нет, с деньгами не уехал. Забудь, это не Советский Союз. Ну, понятно. А плата по этим. Дал фактуру, фактуру подписали. И потом ждал месяц, потом двадцать или тридцать телефонов, звонки, мейли, чтобы заплатить. Чтобы заплатить. Да. И бывает, что не месяц, только два месяца. Ну, и так был счастлив, что заплатили. То есть могли не заплатить. Ну, могли бы еще попозже заплатить. А я должен, где купил, заплатить через месяц. Если эти термины не сходились, тогда очень плохо. Потеря, ну да. Потому что я, как имею первую, если мне кто-то даст в суд задолженность, то мне заберут квартиру, а я на улице остался. Да. Апасно. Очень. Апасно, да. Ну, так есть во всем мире, наверное, правда? Ну да. Ну, в цивилизованном мире, да. Да, в цивилизованном. Ну, ты можешь взять квартиру, никто не заберет. А деньги. Да, да. Да, да. Тут по-разному. Тут все время, даже сегодняшний день, тоже есть проблемы между фирмами, что не платят в терминах. Конкуренция, да. Это проблема. Ну, получается на них эти, как это называется, которые ты подаешь, как бы в полицию заявляешь, то есть они же должны этим заниматься, организацией, нет? Нет, в полицию ты даешь в суд. В суд, да. В суд ждешь, чтобы вообще расслабили твое дело, то ждешь где-то 3-4-5 месяцев. Так что время, все время идет. Так что это сложно. Проигрываешь, да. Потом суд даст, а потом, если он скажет, что фирмы уже не имеет. Да. И ты опоздал, и ничего не получишь. Государство тебе не запомнил. Получается, перед тем, как продавать, надо еще знать, кому ты продаешь. Да. Да. Надо тут, или тут хорошо мозг иметь, или просто через интернет, через спрашивание других фирм, как контакты с этой фирмой, чтобы узнать, разве они честные или нет. Если, допустим, новая фирма какая-то открылась, естественно. Да. Бывает, что они могут быть честными, но просто тут такие в бизнесе, слабые в бизнесе. Так что не всегда это связано с честностью. Ну да. Сейчас, в какую сторону едем? Тут штаб НАТО. Штаб НАТО, да? Да, крути. НАТО, НАТО, да? В последнее время двух афганцев удалил отсюда. Да? А что они здесь делают вообще? Они тут центр НАТО. Их учат, учат. Здесь у них учебный центр, да? Да, да. Да, да, да. Это? Ага. Да, это центр. Тут генерал, не знаю с какой страны. В Италии, наверное, сейчас есть. А был когда-то немец. Ну, это центр вообще-то шесть лет есть, так что не так долго, но просто. Но Польша в НАТО в двенадцать лет есть. То есть они это НАТО, те страны, которые в НАТО участвуют, они должны везде эти, как бы, свои войсцы, армии, да? Ну, в каждой стране имеют такой центр, знаешь, где они этих иракийцев или афганцев, или... Или из других новых стран, членов, учат, учат. Да, 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 да. Там Касторама, там. Касторама, да? Касторама, это французская, значит, строительных магазинов. Но Поляки очень много, я знаю, вот по странам ездит именно стройка, стройка очень большое количество. Много, много. Да, разных вот в Европе. В первую очередь эта стройка идет. Ну, сейчас больше всего ездит уже умных таких Поляков на счет интернета, на счет... ...пограмистов. ...пограмистов, да. И очень хорошо ищут их и в Швейцарии, и в Германии, в Швеции тоже. Да. Ну, например, и хорошо зарабатывает. У нас врач зарабатывает... Такой нормальный врач, 30 лет мужик, что окончил там 3 года, 4 года врачом, зарабатывает 2000 евро. А нормальный такой врач уже, хороший врач, что 5000 евро. Почти как на Западе. Ничего себе. Правда? Ну да, конечно. Хорошо. Я думаю, на Западе даже меньше будет. А это первый супермаркет в Бедгарске. Вот этот, Реал. Семнадцать лет имеет. Но это был ЖАУ, французский. А теперь немцы купили Реал. Первый маркет, шестнадцать лет тому назад. Хороший. Держится еще. 96 и мой дом тоже, где живут 96. А это был ЖАУ. А это техникум электрического. Очень старинная. Это школа. Мы сегодня здесь ехали с автобусом. Да, да. Вы тут не ехали никогда. Мы вот эту остановку тут останавливались. Вы сюда приехали на автобус. А, да. На автобус и на автобус. Да, да. А это что за школа? Это техникум электрического. Ага, электротехника. Она имеет 160 лет. Старые здания. Очень красивое здание. Да. Историческое. Потом... А это желтое новое, это новое знание. Это... Там, где эмиритуры. Эмиритуры платишь на эмиритуру свою. Что такое эмиритур? Пенсия. Пенсия. Ага. А вообще пенсия какая здесь? Большая, маленькая. Сколько идет пенсия? Средняя зарплата? Нет, пенсия. Или зарплата средняя какая. Средняя зарплата 3600. Злота. Это... Ну, 1000 евро. Не целых, не целых 1000 евро. 900. А самая низкая, не может быть ниже. Не может быть ниже. Это... 350 евро. Это самая низкая зарплата. Никто не может ниже заплатить. Угу. Это уже будет... Да, не частенько. Это самая низкая. Ну, это мало. Это мало. Да, да. Ну, нормально. В Болгарии 300 евро это хорошая зарплата. Не сравнивай с Болгарией, пожалуйста. А сейчас едем тут... Я постараюсь нависить только осторожно. Сейчас не буду там ничего рассказывать. Ага. Теперь мы спокойно избегаемся. Нормально. Да, да. Потому что тут ремонты, большие ремонты. Спокойно. Проблемы есть. Подожди, подожди, подожди. Я знаю президента, так что мы ничего не сделали. Ну, могу. Да. И тут же хотел сказать, что это из Бедгош. Бедгош напоминает Венецию. Ага. Потому что это город на воде. Вода, да. И тут каналы. И каналы, чтобы пароход проплыал. Он въезжает в такую... Закрываются двери. И равняется уровень воды. Чтобы проплыть. Это все построено в 18-19 веке. Это самый старший костер в Польше. Фара. Не в Польше, только в Бедгош. Не в Польше. Фара. Это место напоминает мне Париж. Недалеко в центре. Помнишь, как вода так расходится в Париже с аквана? Сено. Только побольше немного. Да, да, да. И тут есть... Это опера. Ага. Ее строили... Эвенемент. 17 лет. Ага. Это когда строили? Ну, начали в коммунизме. Ага. 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 И тут... Это мариинанс. Красивая очень. Точно говорю, две недели будет открыта. А ну тут нет денег. Тут хотят построить самая богатая сеть гостиниц американских Хилтон 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 хочет переделать Вот этот красный, да? Да Когда это будет, не знаю Все это старое, сейчас Реврастизация этого Это называется Виспа Млынская Остров Мельничный Мельничный, да Ну и тут вас попрошу сойдем с машины А это были магазины Где держали то, что с поля собрали То все тут держали Закрома Так, друзья, совершаем прогулочки По этому городу Битгорщ Посмотрим, что у нас Пойдем там потанцевать можно Пан президент сделал сейчас Ага, пойдем Город Дает деньги на это Чтобы Граждане города Моги По субботам Здесь развлекаться Отдыхать Ага Ну конечно пиво Пан президент не ставит Но оркестр Да, да, да Сбегните Может вы зонтик возьмете Не замерзли Не замерзли Не замерзли Это Хильтон должен быть Большой будет Если нет Большой Большой Говорят, что это Надо еще подождать Ну да, здесь вон внутри уже Ага По той хитон Ага Продолжение следует Слышно Ростов потом уже паром паром если в самолет не надо то пойдем для велосипедист все как положено это ревитализация ага я такие слова но марина из красивая это уже не на швецию так похоже что марина там у вас много марин это не река это канал канал а бедный ирландец потопился умер здесь смысле спрыгнул что когда был футбольный ага на пиуса много пива да ты что откручивался от своих друзей и ирландцев и пропал они на второй день на полицу потом потискали таким подводным заграничным оборудованием и он наверно пошел пианы 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 в рот упал и после трех дней начали мертвого но мил пашпорт деньги все он был это так хорошо потому что иранцы очень приятно что не было что кто-то из поляков его там не чтобы не было паспорт и телефон мобильный мил все деньги перепил просто регулял до 23 года много пить красиво это старина даже еще до конца не отстроена посмотри тут это вся ч старая старый город да это все промышленность все промышленность тут это в 19 веке это называется фарбярня 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 от фарды ну может да да сбегнев ты куда вот туда идем мы за тобой вовсе это все имеет что отстроено просто красиво то имеет 20 года это деньги европейские тоже тут уния дала то тут каждый год будет красивее тут тут наверху и ну романтическое правда и тут все фестивали встречи разные тут смотрят тоже олимпиаду ну сегодня такая погода что не посмотришь мгм это стерео гладко это сексессия чреве Cynthia Так, друзья, продолжаем двигаться по старому городу Битгоч. Такие маленькие вечерние экскурсии совершаем. Там, наверху, это не костер. Это где? Там? Там собирали в 19 веке воду, чтобы давление воды на город было. В смысле, чтобы вода была, да? Чтобы давление имело, поэтому наверху, чтобы в трубы... Да, 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 понял, чтобы в водохранилище, получается, да? Сейчас есть помпы, тогда не было помпы. Да, да, да. Ты смотри. Эволюция. Эволюция. Не было помпы, так что... Не было помпы. Я тут все время играю. Лотто. Здесь играешь? Лотто. Не здесь я не играю. Но какое здание красивое имею. За мои деньги тоже. А я не выигрываю. Не выигрываю? А это лотто? Да, да, да. Лотто. Это лотто. Главное на всю Польшу. О, нормально. Но главный отдел в Варшаве это районный. Тотализатор, да, да. Спартовый тотализатор. 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 Много играешь, да, Збиги? Но это очень богатая фирма. Ну, они-то, конечно, богатые. Они, они. Но и те, которые выигрывают. Да, да, да. А ты сколько? Много лет играешь? Два года. Два года. Там в Варшаве это выиграл 170 злотых. Четверку имел. Четверка, да. А шестерка? Можешь иметь минюн, а можешь иметь 25 минюн, а можешь иметь 30. Ага. Ну, это уже 30 миллионов уже такие грибничные. Не знаю, как использовать их. Ну, миллион евро. Ага. То есть, если бы имел миллион евро, то... Я думаю, что мы найдем, куда их положить. Миллион евро. Как раз у меня есть проект. Миллион не так много. Да. Средний? Ну, миллион, наверное, пустой. Тоже искать. Миллион, да. Миллион евро, нормально. У меня вот на миллиард евро есть проект. Что? На миллиард евро. А, на миллиард. Да, так что, я думаю, миллион. Обрызгал. Да? Да, обрызгал, обрызгал. Ага. Там здание, тоже не костер, это суд. Суд, да? Ага. И тюрьма там рядом. Но за... Не видно в тюрьме, так как не было. Чтобы не далеко было. Суд, и сразу. Тут много клубов. Посмотрите. Винные, как это, да? Много клубов. Идем сейчас в район старого города. Старого города, ага. Так, обойдем и вернемся к машине. Вот тут. Окей. И тут много на ура. Это очень красиво, реально. Такое, надо тут днем прийти тоже. Да, да, днем обязательно. До суда, до суда. До суда, ага. Ну, сегодня там не будем подходить к суду. Окей. Тут тоже хороший, молодежный клуб. Один, два клуба. Это, в общем-то, центр все. Это центр, старый центр. Старый центр, ага. Старый город. Пивярня, но пиво. А тут? До военной. Как Польша была капиталистическая до войны же. Президент Барчишевский. Расстрелян гитлеровцами. Как вошли через две недели, его убили. Президента Бенгоша. Друзья, вот так вот, хоть будем знать немного историй, что здесь творится. Барчишевский. Это был президент Барчишевский. Велкий патриот. Поэтому его забили немцы. Как только вошли, то... Это в 1939-м, да? 39-м. 39-м. Ага. А вот, ориент экспресс. Ага. Ага. Это турки. Кебабы. Кебабы. А люди кебабы. 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 Я вам покажу, где хорошие кебабы, недорогие, за 10-лот. Ага. Ну, хорошие качества. Потому что всегда нужно есть там, где много людей есть. Кебабы и кебабы. Спасибо. До свидания. Вот тут такой... Ух. Ага. Я бы хотел... Зайти сам, посмотреть, креденс. Знаешь, что это креденс? Нет. Как в старых квартирах. Ааа. Там стояли все самые... Смаковые конфитуры мама держала там. Ага. Это креденс. А, это типа... Винтажный какой-то стиль, нет? Как... Как сказать? Там часы стояли, а внизу закрытые двери. Комоды. Комода такая. Комода такая. То есть такая комода, креденс. Ага, пойдем. Ага, пойдем. Закрыти? Надо платить, то не надо. Я думаю, что так можно посмотреть. Ага. Сейчас уже нужно что-нибудь так посмотреть. Все. Все надо платить. Капитализм. А смотри, какая... Как Венесия. Потом тут вернется. Узкая улица. Да. И мост. Нет, город красивый. Необычно. Ну и старый. Старый, да. Еще не адраментированный. Это, где-то 60 лет вообще не было ничего делать. А это видно, который адраментированный. Видишь? Угу. Угу. Тут примерно. Ну да. Странно, что здесь экскурсии вообще не проводят. Вот как вот. Как туристический. Проводят? Может и проводят, да. Туристический такой. Я не слышал, что. Да. Могу. Не буду там дергиваться. Есть тут такие... Есть и волонтеры, которые даром проводят. Ага. Как были сейчас... Волонтеры, да? Волонтеры, да. Эта улица... За мои времена еще трамвай ездил тут посередине. Но один тот только был. Что-то узко. Ага. Сейчас трамвай уже сняли 25 лет тому назад. Но эта улица... Название Дуга, длинная. Угу. Ну, потому что... Она вся вот такая каменная, да, получается, идет? Она всегда была такая каменная. Это камни с этих 19 века. А это уже современная. Угу. Типа Арбата в Москве. Ну да, такая вот. Такая вот. Ну, тут есть красивее место. Сейчас, как возникли эти центры покупок, то она дыхает. Угу. Потому что все идут в эти центры. Там дождь не льет. Да, да. Летом... Кондиционеры есть там. Угу. Угу. Холл дает. Климатизация, климат. Да, да. Улица Дуга, да? Угу. Мы здесь были сегодня. Чуть-чуть. Никуда не выйдет. Да, мы ходили тут. Ну, где-то вот так вот. Мы проходили, по-моему. Мы мимо проходили. Да, мимо. А этот костел, что я показывал. Фара. Угу. Самый старый. Это 16 век. Вот этот костел, да? Да, 16 век. Вы на рынке тоже были старым? Да. Проходили мимо. А-а-а. Завтра уже будем смотреть, что тут к чему у нас. Это пан президент. Здесь. Ага. Работает. Здесь. Тут. Тут? Ага. Позвращайтесь в эту машину. Тут пойдем. Угу. Тут были. А, это вот эта почта. Да, да, да. Кажется, мы тут были сегодня. Были. Вот так проходи. Точно не знаем. Сейчас я скажу. А-а-а. Мы же к вам когда шли сегодня. А-а-а. Вот пешком. Ну да, да. Подъехали потом дальше. Да, да, да. Пешком, да. Ну это с два километра еще. Угу. А тут президент. Вот это президентский. Да. Ага. 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 Ратуша. Ратуша. Понятно. Ратуша. 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 Раташа. 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 Немцы расстреляли в 1939 году, как президента убили, так тут расстреляли Поляков, 30 человек расстреляли, тут на рынке, поэтому этот памятник, но это уже за коммунизм поставили, сейчас пан президент хочет снять этот памятник, хочет иметь другую визу, чтобы этот рынок был красивее, это значит, чтобы тут были два этажа, а только пыта подсвещена осталась бы на этом месте, чтобы тут в этом месте убили, но памятник хотел где-то вывезти в другой район города, я тоже за этим, потому что этот памятник очень грустный и очень мрачный, но люди, которые живут в этих времен, которые еще помнят, или там их семьи погибли, не хотят этого, и забастовки делают, но тут уже были камни, то уже вывезли там, были надписи, там уже это вывезли, но я стал запамятник, но не, если я общество, тут забастовки делают президенту, то уже трудно это сделать, а они хотели поменять такую архитектуру, чтобы тут были, можно было посмотреть выставку, а тут хотели построить до этого здания, все из стекла, так что ратушь был бы виден через стекло, а тут все граждане города могли бы выставки, даром смотреть, в этой части, там заходить, там уже бюро, но тоже хорошее место, что-то похожее на Париж, на Версаль, тоже там сделали стекло такое, тоже что-то такое хотели сделать, но все время проблемы, все время другие мнения, и пока есть как есть, я только одно хочу сказать, что это очень интересное, тут, где мы стоим на этом месте, тут кончаток, а тут было мало видно, а ратушь, то что там был, то тут был стекло, но немцы его сожгли, и был стекло, который молился, и они его застрелили, и он этой рукой на стене впадал, и остались от его рук, эти мази, мази, что ксенды имеют такие толстые мази, ну и... такая есть поговорка, что, что это место есть святое в какой-то степени, потому что и они отдали жизнь, и этот ксенд отдал жизнь, и сожгли костер. Но есть сейчас граждане, которые хотели бы это отстроить, но сегодняшние деньги тоже стоят, тут этот ксенд из этой парафии, которая самая старая, этот костер не был так старый, он был в 20-х годах построен, нашего века, но зачем этот ксенд, даже ксенд говорит, лучше этого не делать, потому что в городе и так много ксенд, а кто будет это держать, правда? надо даже отепление, освещение, надо платить, и в таком центре это лучше, даже костер не хочет отстроения этого костера, мы уже слушали. Ну на тот момент он был, получается, современный. А я покажу фотки из 20-го века, как он стоял, и ратушь на этом месте. Все, пошли. А тут, наверное, вот он. Вот тут, конечно. А да, этот костер есть. Мы еще посмотрим. Но красивый был тоже. А он стоит вот здесь, ага, точно. А вон тот старый сзади, вот тот, который здесь видно, вон, сзади. А ратушь был сзади? Вот ратушь, получается, вот этот костер, который был, а вот на нем это тот. Да, этот костер был узкий, так что часть ратуши была видна. Все, теперь знаем. Камни, камни не будем к нему кидать. Пойдем, пойдем, пойдем. Камни кидайте. Тогда мне не спишут нас депутатов. Ну да, у нас же выборы впереди. Да, да. Так что возвращаемся к машине. Ну, немножко вам расскажу. Нет, отлично. Сейчас все понятно. Сейчас все стало на свои места. Там тоже самый высокий костер на сегодняшний день. Но мой пилон. Ага, пилон. Выше 5 метров только от его. Это самый высокий пункт другости. 70 метров. Ага. Красивый такой пик. Да, старый костер. Красивый очень костер. Советую подойти. Сейчас закрытый. Друзья, продолжаем маленькие вечерние экскурсии по старинному красивому городу. Старым рынке. Да. Находимся сейчас в старом рынке. На площади старый рынок сзади. Как вы только что поняли, всю информацию, то, что здесь творилось, происходило. Потихоньку узнаем, в общем, историю. Ну, вещи, конечно, интересные, есть неинтересные, разные. То есть, кому как. Но, в любом случае, лучше знать, чем не знать, как говорится. Потому что, когда просто ходишь, смотришь, все, конечно, красиво, замечательно. Но, когда не понимаешь, что происходило, это не настолько интересно, когда еще понимаешь все, что здесь было. Когда уже вникаешь в историю. Ну, в двух местах, но близко. Потому что, это выспа. Выспа, это остров. Остров Муиска. Ну, об этом, где можно. Месты, на мой, такой русский поломанный. Нет, отличный русский. Конечно, конечно. Спасибо. Так бы все бы вот так вот объясняли бы, говорили бы. Отлично. А тут музей. Музей. Вот этот? Нет, тут. А, вот этот. Ага. Истории. А дальше есть музей денег. Музей? Музей денег? Да. Тоже интересно. А тут ресторан красивый. А Ирландист там упал. И там его нашли. Угу. 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 Да, завтра днем еще дастся вышли, мы прогуляемся. А там машина танка. Угу. 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 А тут достроили. Видишь, до старого нового. Угу. 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 Ну да, тоже. Не, но это, та, та все-таки уже. Это, это самое короткое, узкое. Самое короткое, узкое. Угу. Уже занял ракушь. В центре, знаешь, ресторас и бизнеса, но. Ага. Разрешение бизнеса. Ну то, знаешь, так все, операция бизнеса. Тут здание, то все, горист толковый имеет. Все из ракуши. Угу. Бюро, бюро. Бюро. Бюро, это бюро, да? Да, бюро. Бюро. Полик за футбол? Шпилка. Да. Стадионка. Там еще есть такие амфитеатр, где можно смотреть. Олимпиаду идти, выступали на гастроли. Постигали музыки. Угу. Ну такой маловежный, сложный. Угу. Вот тут артисты нашего театра. А, это театр, да? Да. Ага. 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 Ах. 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 Ах, где метку. А он тут погиб. А тут вот так много этих песок. Сняли. Угу. Ах. Той ты из Ирландии, сюда я съезу. Да, да. А видно, что перевернулся. Ах. 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 Глубоко. Ну здесь как, глубоко вообще? Глубоко. Это было на самом деле. Ну, а вообще глубоко, да, там? Ну да, да, я понял. А так вообще само по себе глубоко, да, там? Или нет? Слушай, два метра есть? А, два метра есть. А, два метра есть. Ну, естественно, да, да. Даже если не нужно, это нужно. Ну, это все. А то нужно, это археологическое. А там этот архитар, видишь, смотрят Олимпиаду. Ага, ага. Там большой экран такой есть. А, сидят. Ну, приятное место, правда? Вообще, да. Ты смотри, вот так сидят, они спокойно смотрят. Так как Ноттердам так есть. Так как идешь в Париже, эта вода так расходит. Ага. Шоу, ты там уличками за Ноттердам. Да, да, да. В Париже. Но побольше, но Секвана побольше. Да, да, там парк за этим, Ноттердам, и идет вода. Да, да, да. Похожи, но, конечно, ну, я говорю, что как на Бетгоше, это прекрасное место. По этой старинное дерево, плаченца вежба. Ива, да? Плаченца вежба. А, верба? Ива, ива. Ива? Не верба. Ива. Вежба. Плачущая ива у нас называется. Ну, это плаченца вежба. Они говорят, плачут. Да. По-белорусски это верба, а по-русски ива. По-белорусски сближайся после. Да, по-белорусски. А по-белорусски что это, верба? Верба. Серьезно? А по-белорусски, а по-белорусски. Так, пойдем тогда к машине. Актеры? Да, да. Спортсмены. Спортсмены, актеры. Это все, что в моего города. Ага. Поль. Вот так вот. Спортсмены. Ага. А это, которая выиграла. Это была roller российская 축а. Ага. Ага. Спортсмена И она на воде как? На воде. Винсерфинг? Винсерфинг. Винсерфинг. И украинка хотела её одобрать, что она ответила. И комиссия не узнала. Она узнала её в Польшу приезжать. Что случилось при украинке? Она не пошла. Не одобрала имена. Комиссия. Она жалобу написала. А что... Они тоже не говорят, что они не подходят к отношению. Понятно. Украина не очень думала. Они нас больше любят. Они нас больше любят. Когда было... Резали. Один другого. Украина. Украина. Они не украинули. В 100-го года тоже. Они даже не были. Украинули 200 тысяч поляков. Около Лвова. Один другого. Украина. 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 УПА, это Национальная Армия Украинская, ну не важно, это история, пошли все, ну я рад, что он, 30-й человек, сколько он историй, в каждой стране знает, каждый ему что-то говорит, он наверно тоже знает, но сейчас намного больше, правда? Ну, каждый день, потихоньку, да, все верно, весь русский никогда не ехал, вижу, говорит, да, продолжаем прогуливаться по городу, сейчас уже будем подходить к машине, поедем в городе Мы так как ухо... Русские то... Ну тоже хампу, в голову стреляли. Правда. Это хампы. Даже Немцы так не делали. Репто. Репто жгли. Трупа. А все дома, да? Нет. Воду. Коза? Карчево. Такая зеленянская. Коза, да? Мойная. Коза, да. Коза, да? Каза? Не, это муха, она там мойная. По меру муха. А тут зерно бежали, зерно, а потом не было зерно, на муку, потому что это был город такой, где была промышленная, здесь на основе дерево, которое работали, мебельные заводы тут были, муку, сахар, что еще? Другие работы связаны с горшавями, отбивали горшави, металлическая промышленность, которая была очень дорогая, и был тут завод женец, все китайцы, это перенос, изменили, тут был завод Баршави в Йосуде, но женец, а китайцы стояли на нем. А тут ароматический, нет? Ага, ну да. Не, вообще весь город он четкий, да-да-да, интересный город, необычный. Здесь, наверное, просто сегодня дождь, а так, наверное, много людей собирается везде. Ага, и танцевали бы, если бы сегодня был очень плохо, то много людей побудут. Ага, ну это очень хорошо сделали, такой экран большой. Для людей, да? Там ароматический, да. Угу. 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 Продолжение следует...